САДЫ ИТАЛЬЯНСКОГО РЕГИОНА УМБРИЯ Если вы никогда не видели фрукт, как вы можете его узнать, если случайно его найдете? Вкус персика и абрикоса сохраняется из поколения в поколение, однако его невозможно передать словами. Эзра Паунд Исчезнувшие груши. Изабелла Далараджони Стремление сохранить национальные сорта фруктов появилось еще у отца Изабеллы. Это занятие она называет древесной археологией. Ее отец уже давно заметил тревожные веяния, которые оказывали влияние на фруктовые сады Умбрии. В начале прошлого века здесь выращивалось 150 культивированных сортов яблок. Теперь мы утратили почти все эти сорта. В наше время на 80% территорий всех садов выращивается три сорта яблок. Отец Забелли Ливио чувствует тесную связь с сельской местностью Умбрии. Во времена Второй мировой войны он ушел в партизаны и сражался с фашистами среди окрестных холмов. После войны его соседи бросали сады и уезжали в города. Левио понимал, что вместе с садами исчезнет важная часть наследия его страны, и решил предпринять активные действия. Он начал собирать старые сорта – мела де Кастанью, мела Муза де Буэ. Он собирал не только фрукты, но и сами деревья. Вскоре в его саду в Сан-Лоренцо-де-Ларке росло уже 400 деревьев. Лавио Далла Раджоне, отец Изабелла. Я пытался собрать воспоминания своего детства и юности. В нашем саду присутствуют запахи и вкусы моего детства. Изабелла получила образование агронома. Уже многие годы она ухаживает за деревьями в близлежащем городке Перуджа, оттачивая навыки садовода, особенно искусство прививки. Ее работа тесно связана с увлечением ее отца. Когда я получила диплом и приступила к работе в сельской местности, я помогала отцу собирать сорта фруктов, чтобы спасти их от полного исчезновения. Теперь это стало моей работой. Недалеко от этого места живет женщина совершенно иной профессии. Узнав о миссии Изабеллы, она осознала, что спасение сортов фруктов оказывает большое влияние и на ее работу. Канадская художница Карен Юркович поселилась в Умбрии навсегда. Я прочла ее книгу о древесной археологии и о ее сотрудничестве с отцом. Меня заинтересовала их работа и коллекция фруктовых деревьев, которые находятся на грани исчезновения. Последние 10-15 лет мое творчество тесно связано с природой. Я заинтересовалась исследованием Изабеллы и ее стремлением находить и сохранять старые виды фруктов, которые теперь уже не встретишь на ярмарках и в магазинах. Подобное исследование – задача не из легких. Если сорт исчез, откуда мы можем узнать, что он вообще когда-либо существовал? Изабелла просматривает записи древних имений. Пытаясь найти название сортов, которые вышли из употребления. Однако одного названия мало. Чтобы увидеть исчезнувший фрукт, нужно воображение. Поиски привели женщин в Палаццо Буфалине. Здесь находится фреско Кристофина Герарди, который, как и Карен, изображал на своих картинах местные фрукты. Герарди украсил стены этой комнаты в 30-е годы 16 века. Его техника очень точна, поэтому сорта видно отчетливо. Такие находки имеют большое значение для меня и моей работы. Поскольку Герарди был внимателен к деталям, Изабелла уверена, что на точность изображения древних сортов фруктов можно положиться. Важным подспорьем в исследовании Изабеллы стало богатое наследие эпохи Возрождения. Особенно картины местных художников, таких как Карло Кравелли. Он рисовал картины в этом районе, а значит, изображал яблоки, которые пользовались популярностью местных жителей в прошлом. Для меня его картины имеют большое значение, потому что это единственный документ, сохранившийся с того времени. Историческая хроника вековой давности дает исследователю необходимую информацию. Изабелла постепенно собирает данные о каждом исчезнувшем сорте. Конечно, найти название, район произрастания и прочую информацию не так-то просто. Я исследую старинное описание и воссоздаю исчезнувшие фрукты с помощью этой книги и картин. Большинство открытий, сделанных Изабеллой в рамках исследования, уже растут в саду ее отца. Однако иногда Изабелла находит описание фруктов, от которых не осталось и следа. Я нашла два вида груш – сорта фиорентина и каравелла. Эти зимние сорта груш пользовались большой популярностью. Обнаружив новый хорошо забытый сорт, Изабелла делает все возможное, чтобы найти заветное дерево. Большое разнообразие сортов плодовых деревьев Умбрии в прошлом объясняется особенностями географии этого места. Горы Умбрии разделили район на узкие долины, изолированные от внешнего мира. Многообразие сортов выращивали здесь неспроста. Раньше различные сорта яблок, вишни, слив и инжира созревали с интервалом в одну неделю. То есть плоды разных сортов созревали круглый год, и люди ели свежие фрукты, не нуждаясь в холодильниках. Механизация изменила ситуацию в корне. На этой земле стали выращивать товарные культуры, а та часть земли, где машинная обработка была невозможна, оказалась просто заброшенной. Цены на продукты питания снизились, но Изабелла считает, что за удобство мы заплатили высокую цену. Наши чувства притупились. Теперь мы не можем отличить вкус сорта Мелороза от сорта Мелороза Фрагула. А ведь это два разных сорта. Для Изабеллы утрата сортов фруктов – это не только изменение рациона питания. Мы утратили наши корни, наше наследие. Эти фрукты были тесно связаны с жизнью людей. Потеряв национальный сорт, мы теряем свое будущее. В надежде, что когда-нибудь люди осознают свою ошибку, Изабелла и ее отец решили сделать все возможное для того, чтобы возродить исчезнувшие сорта фруктов. Пока я училась в университете, мы вместе с отцом ездили по старым садам, фермам и монастырям нашего района, пытаясь найти фруктовые деревья исчезнувших сортов. В то время для меня это было чем-то вроде приключения. Когда мы находили уникальный экземпляр, мы радовались, словно нашли сокровище. Но Изабелла понимала, что радоваться находке было рано. Она искала совсем другое сокровище. Искать растения важно, но гораздо важнее находить людей, которые могут рассказать о плодовых деревьях и сортах, а также об особенностях их выращивания. Мы находимся в районе Пьетра-Лонгва. Этих людей зовут Ориго и Мария. Они культивируют и выращивают старые сорта растений. Именно здесь, на крошечной ферме, в глубине долины, долгие неутешительные поиски внезапно принесли свои плоды. Мне было очень грустно от того, что найти сорт груш фиорентино уже невозможно. И вот я приехала в этот сад, и Ориго мне сказал, у нас есть груша сорта фиорентино. А я ответила, да, это просто фантастика. Но несмотря на огромную радость, Изабелла понимала, насколько близка она была к неудаче. С каждым днем шансы найти исчезнувший сорт стремительно уменьшаются. Груша фиорентино есть только у Ориго, всего одно дерево. Если исчезнет это дерево, с ним исчезнет весь сорт. Вот в чем беда. Изабелла понимает, какое большое значение имеют для ее поисков небольшие фермы, такие как ферма Ориго и Марии. Приехав сюда, я словно попала в райский сад. Эти люди сохранили это сокровище. Изабелла старается общаться с местным населением на одном языке, ведь только взаимное понимание может спасти биологическое разнообразие фруктовых садов. Знания в деревне передаются из уст в уста. Поэтому я так много общаюсь со старожилами, которые являются очевидцами прошлого. Такие отношения не заменят никакие книги и справочники. Сержи описала еще много сортов, и один из них – это груша Рубия. Она говорит, что это один из самых важных сортов в этом районе. Во время урагана дерево сломалось, но затем оно продолжило расти снова, и теперь у нас есть возможность возродить этот сорт груш. Это единственное дерево такого сорта. Сержи снова сможет поесть своих любимых груш. Если нет любителей определенного сорта фруктов, то нет и самого сорта. Обнаружить такое сокровище, как сорт груши Фиорентино – это лишь первый шаг. Чтобы возвратить сорт к жизни, Изабелла должна вырастить новые деревья этого сорта. Это вовсе не так просто, как может показаться со стороны. Я привила сорт Фиорентино. Возможно, мы сумеем его спасти. На протяжении важного первого года жизни Фиорентино будет нежиться в рассаднике. Если дерево выживет, оно займет свое место в саду. У нас большая коллекция. Некоторые из этих растений можно встретить только у нас. На нас лежит большая ответственность. Мой отец уже стар, и работать он не может. Сохранять все эти сорта в одиночку очень тяжело. Исследование Изабеллы и количество деревьев в ее коллекции поражает своим масштабом. Думаю, другой такой коллекции не существует нигде в мире. Вход на территорию сада для посетителей закрыт. Есть люди, пожелавшие спонсировать одно из деревьев. Эти деньги используются для ухода за деревом и на другие потребности хозяйства. Для привлечения спонсоров и помощи уникальной коллекции была создана Ассоциация древесной археологии. Призыв о помощи привлек спонсоров из самых неожиданных мест. Даже актер Жерар Депардье взял одно из деревьев под свою опеку. Однако для того, чтобы держаться на плаву, приходится много работать. Изабелла не получает полноценного финансирования, потому что ее сад – это частное мелкое хозяйство. Итальянское правительство за такую работу не платит, потому что не видит пользы такой работы для общества. Частный сад не интересен никому вне пределов данной территории. Хотя Изабелла называет свое увлечение работой, древесная археология остается всего лишь бескорыстным трудом. Чтобы иметь средства для оплаты текущих расходов, ей приходится работать агрономом в близлежайшей Перудже. Я работаю в Перудже, внештатным агрономом. Я консультирую муниципалитеты, частные хозяйства, а также работаю в университетах. Там мы проводим исследования и возрождаем исчезающие виды растений. Изабелла приобрела немало знаний о прошлом Умбрии, исследуя исторические хроники и картины. Она надеется, что художники впредь будут изображать на своих картинах фрукты. Изабелла дает мне большой ассортимент фруктов и целых веток для моих картин. Обычно я рисую с натуры, мне не нравится рисовать с фотографии. Я предпочитаю видеть объект перед собой. Только так можно почувствовать сущность растений. Такого я еще не рисовала. Верно, несовершенство более естественно, чем совершенство. Мы обнаружили, что у нас много общего. Она знает много о картинах и об искусстве в целом. Мы решили сотрудничать, потому что в нашей работе есть и истории, и природа, и культура. Для Изабеллы ключевым моментом является культура. Она считает, что многообразие и вкус определяют уникальность каждого из нас. Необычное увлечение Изабеллы дала Раджуни превратилось в страсть всей ее жизни, проникнув во все фибры ее души. Каждый раз, увидев новый фрукт, я сразу думаю о том, что он может оказаться новым сортом, что я могу вырастить такой же в своем саду. Теперь это уже часть меня, словно генетическое наследие, доставшееся мне от моей семьи. Как бы то ни было, увлечение фруктовыми сортами Изабелла унаследовала от своего отца Ливио, старого партизана, боевой дух которого оказывал влияние на девушку с первых лет жизни. Когда мои дочери были совсем маленькими, мы часто играли. Мы вместе путешествовали, и однажды наше внимание привлекло одно фруктовое дерево. Стоп, сказал я. Такого дерева у нас нет. Давайте посмотрим, что это за сорт. Мы возвращались домой с целыми пакетами семян и сажали их на своем участке. Мы выросли здесь, среди деревьев и животных. Для нас это место было настоящим раем. Я позабочусь о том, чтобы и мои дети выросли в этой среде. У детей должна быть возможность рвать яблоки прямо с деревьев. Есть свежие фрукты и бегать среди кур и цыплят. Призвание Изабеллы вернуло ее в ту среду, которая ее воспитала. Для нее такая жизнь – это необходимая потребность, без которой не может обойтись ни один человек в мире. Единение с родиной лежит в самом сердце Изабеллы. Она неотделима от своей культуры, которая окружала ее с самого детства. Все хозяйства этого района похожи на нашу ферму. У нас здесь все взаимосвязано. Мы собираем фрукты, а излишки урожая скармливаем животным. Навоз животных используется для удобрения растений. Это круговорот. Стремление возродить сельскохозяйственное наследие Умбрии – это выражение более глубокой цели. Изабелла пытается создать культуру, одновременно долговечную и многообразную. Эта культура основана на ощущении единения с родиной и на неразрывных отношениях, существующих между землей и народом, ее населяющей. Призвание вернуло Изабеллу к своим корням. И теперь она может с полным правом сказать, что ее жизнь имеет смысл. Я собиралась работать с растениями, когда была еще совсем маленькой. Фруктовый сад и работа не изменили моей жизни, но я совсем об этом не жалею. Моя работа – это не просто работа. Это моя страсть. Есть сила, которая делает нас людьми и связывает нас воедино на протяжении всей нашей жизни. Мы называем эту силу любовью. Дэвид Сузуки Программа дублирована на студии Тути Рекордс по заказу студии Ю-7. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова